Министерство чрезвычайных ситуаций на сегодняшний день – это огромная структура, которая осуществляет общее руководство над всеми службами спасения. В нынешнее время в стране сформировано и эффективно осуществляет прямую деятельность Единая государственная система по предупреждению о необходимости ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники Единодежурной диспетчерской и поисково-спасательной службы провели экскурсию и ознакомительную работу с молодыми активистами Хасайюрта на территории управления. «В тех случаях, когда люди, может, по незнанию, они как-то или возмущаются, или высказывают своего недовольства, тут наши вины или вины администрации города, конечно, нет. Мы в силу своих компетенций, в силу своих полномочий стараемся, конечно, сделать так, чтобы наши жители нашего города были максимальной безопасностью». Юных журналистов ознакомились с пожарно-спасательной техникой, стоящей на вооружении отряда. Рассказали о профилактическом применении в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. «По приглашению Асиат Рободановой мы приняли участие в экскурсии в ГОЧС, узнали много нового и интересного. Нам провели экскурсию с представителями службы спасения и рассказали всю их работу. Хочу поблагодарить организаторов данного мероприятия за то, что они провели такую замечательную экскурсию, за то, что вовлекли молодежь в это дело». Необходимость создания МЧС в России была вызвана постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и эпидемиологического характера. Основную роль в проведении поисково-спасательных работ играют сотрудники службы спасения. На счету у хосовертовских спасателей огромное количество проведенных спасательных работ, десятки тысяч спасенных жизней, а также оказания помощи пострадавшим. Основной целью организации встречи является распространение информации в социальных сетях о проводимой работе сотрудниками МЧС. «Цель этой встречи была для того, чтобы они увидели нашу работу изнутри и поняли, чем занимается Управление гражданской обороны города Хосоверт. Мы ознакомили их с работой единодежурно-диспетчерской службы, дали информацию по соглашениям, которые у нас существуют с другими службами экстренного реагирования». В завершении беседы сотрудники МЧС ознакомили активистов о существовании четырех служб, таких как мобильный отряд, единая диспетчерская служба. Служба предупреждения и оперативного планирования руководство управления выразило благодарность блогерам за активное участие в жизни города, а также за вносимый вклад в оказание помощи и сотрудничества. Бурлия Цамбеева, Расул Гаджиев, информационная программа Пульс.